Приветствую вас, и от счастья то, что было сказано ранее, для вас справедливо. Не проработав тех моментов, которые были описаны в первом видео, у вас не получится правильно построить свое поведение. По крайней мере, вас будет задевать то, что говорит вам отец. А это значит, что без понимания того, почему он так делает, без проработки своих больных точек, у вас не получится как-то адекватно, нормально реагировать на то, что делает ваш папа. Но, при этом, поскольку вы говорите, что вас интересует, как себя вести, то необходимо делать следующее. Ни в коем случае ему не отвечать, ни в коем случае не вступать с ним в полемику, не пытаться ему что-то доказать. Потому что, в момент, когда ваш отец начинает так себя вести, он спадает в состоянии аффекта. Аффект, это означает, когда человек не отдает себе отчет в должной степени в том, что он делает. И это, в свою очередь, означает, что пока аффект не завершится, ваш папа не способен будет воспринимать какую-либо информацию. И как-то, ну, нормально вести с вами диалог. Конечно, кричать в ответ, это совершенно не вариант, потому что вы опускаетесь до его уровня. Понятно, что вы защищаетесь, но, тем не менее, этот вариант не является приемлемым, потому что, ну, поработать, что так вы никогда ничего не добьетесь. Соответственно, для того, чтобы что-то изменить, необходимо спокойно сказать вашему папе, что вы не собираетесь вести с ним диалог в таком ключе, в каком он начинает, и просто покиньте помещение, где он находится, не вступая с ним в диалог вообще. Именно таким ваше поведение желательно сделать, именно во внешней форме, во внешнем проявлении, чтобы, с одной стороны, показать себя достойно другим людям, не вступать в поле, где ваш отец является хозяином, то есть не играть на его поле по его правилам, а избежать этого и, собственно говоря, действовать по тем правилам, по тем приемам, которые полезны и лучше вам. И для этого необходимо осознать, что вот в данный момент, когда он начинает скандалить, бессмысленно с ним что-то говорить, бессмысленно абсолютно что-то с ним выяснять, его уже в этот момент не переубедить. Соответственно, вам необходимо либо сохранять бессмысленности и просто не обращать на него внимания, но это возможно только лишь в том случае, если вы вот, как я в своем первом видео говорил, если вы осознаете, почему так отец себя ведет и какие у вас большие места, и, соответственно, лучше поймете своего папу и постараетесь осознать, и как можно более купировать свои больные места, чтобы они не были больными, или просто-напросто уходить от него, избегать с ним диалога, но подождать, пока он выпустит пар или успокоится, тогда уже с ним обсудите этот момент. Кроме того, в обязательном порядке, если у вас дружеские отношения, как вы говорите, нужно обсудить то, как он ведет себя вот в момент состояния объектов. То есть, почему он публично вас может унизить, почему он публично может вас как-то оскорбить и так далее. Это очень важно, потому что, если ваш отец не осознает, что он делает, то у него проблемы с психическим здоровьем. Если он осознает, то он вам сможет, в принципе, когда вы находитесь на нормальном уровне общения, он вам сможет, в принципе, объяснить причину, по которой он так поступает, и именно вот в момент, когда у вас все хорошо, вы могли бы прояснить, что же, собственно говоря, он хочет, для чего он, собственно говоря, так поступает. Если даже когда у вас все хорошо, и вы начнете эту тему, и он начнет на вас кричать, опять-таки, это будет означать, что это какая-то уже больная для него тема, и вполне вероятно, по какой-то причине, ваш отец, ну, когда ассоциирует вас со своей женой, которая, вероятно, он питает не самые лучшие чувства, и где-то, как-то вы можете видеть себя, как его бывшая супруга, и он на это очень болезненно реагирует. Ведь почему? Да потому что у него остались незавершенными с ней отношения, и ему кажется, что он спорит через вас, как бы, с ней. Хотя, безусловно, он этого не осознает, потому что в действительности, когда он ругает вас, он думает, что он ругает именно вас, но, тем не менее, это не так. Его диалог идет именно со своей супругой, ну, или с кем-нибудь еще. Тут нужно разбирать ситуацию более подробно. То есть, понимаем, именно говоря о поведении, вам нужно либо быть безразличным, то есть вообще никак не замечать, что он говорит, потому что всего лишь слова. Но для этого необходимо сделать так, чтобы вас не задевали его слова. Для этого необходимо проработать те больные места, которые у вас есть. Либо вам нужно просто избегать диалога, уходить в другое помещение и ждать, пока отец успокоится, сменит свой эмоциональный тон. И тогда у вас появится возможность что-то с ним решить, как-то отсудить момент. Если же вот в момент, когда у вас отношения хорошие, можно о чем-то с ним договориться, но когда возникает ситуация, он как будто бы забывает об этом, то, скорее всего, у него негатив. Негатив действительно копится, и чтобы как-то убрать вот эти вспышки, нужно понять, а что ли, собственно говоря, генерирует внутри него негатив, нервное напряжение и внутренний конфликт. Тогда можно будет что-то сделать. Вот примерно так вам нужно решать эту проблему, и примерно так вам нужно себя вести. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку. Помогу, если вам понравился мой ответ. Буду благодарен, если сделаете его лучшим. Подписывайтесь на мой канал. Едином 17 Юрия Очень интересное обращение. Я представляю exit müssen